Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в рамках проекта библейского портала экзегет мы продолжаем чтение книги Экклесиаста, или по-другому проповедника. Сегодня мы разбираем шестую главу. Экклесиаст пишет «Есть зло, которое видел я под солнцем, и оно часто бывает между людьми. Бог дает человеку богатство и имущество и славу, и нет для души его недостатка ни в чем, чего не пожелал бы он. Но не дает ему Бог пользоваться этим, а пользуется тем чужой человек. Это суета и тяжкий недуг». Для того, чтобы упростить немножко понимание текста, вот это слово «зло» попытаемся перевести на наш современный понятийный язык. понять, что это слово «зло» значит. Считаешь ли, Экклесиаст, что это зло в том смысле, в котором употребляется слово «зло» зачастую в Библии, то есть что-то плохое для души человека, или это зло в каком-то другом понимании? Если мы посмотрим предыдущие главы книги Экклесиасты, там неоднократно упоминается слово «хорошо» или «добро». И обычно оно имеет значение внутреннего мира, внутреннего покоя и внутренней гармонии, как бы сейчас, может быть, мы сказали. И в этом стихе слово «зло» обозначает не зло вообще, не зло как нечто вредящее душе или духовной жизни человека, но зло как такое внутреннее состояние, которое привносит дисгармонию, дисбаланс и расстройство в душу. Так вот, есть некое зло, которое приносит душе расстройство, которое я видел под солнцем. Это когда человек имеет много богатства, но не может им пользоваться. О чем здесь говорится. Или это ситуация, когда это богатство конфисковано. Вполне такая житейская вещь, когда человек накопил, 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 и кто-то у него отобрал. Вроде как, может быть, его богатство еще числится, но он уже не может пользоваться. Арестованы счета. И это тяжело, и это приносит расстройство в жизнь. Но толкователи этого текста считают, что здесь говорится о том, что человек не может свое богатство использовать и унести в вечность. Потому что вот он за земную жизнь это богатство сколотил, накопил, а пользоваться им дальше, когда наступил неприятный момент смерти, он не может. И есть вот это богатство тленное, которое невозможно перенести в вечность. И вот этими словами, и крестьяст как бы пытается человеку намекнуть на то, что было бы хорошо собирать такое богатство, которое в вечности останется. А это, конечно, богатство добродетелей, богатство души. И говорит дальше крестьяст, если бы какой человек родил сто детей и прожил многие годы, и еще умножились дни жизни его, но душа его не наслаждалась бы добром и не было бы ему погребения, то я сказал бы выкидыш счастливее его, потому что он напрасно пришел и отошел во тьму, и его имя покрыто мраком. На первый взгляд кажется, что экклесиаст как бы говорит, вот если ты родил сто детей и прожил много лет, но не наслаждался добром, то есть не наслаждался бы жизнью, то вот ты несчастный человек. Но если мы слово «добро» воспринимаем вот в этом контексте, то есть добро как внутренняя гармония, то здесь мысль экклесиаста становится более глубокой. Если бы человек и нарожал детей, и прожил долгую жизнь, и даже, может быть, сколотил богатство, но для своей души, душа бы его не наслаждалась добром, то есть душа его не была бы в мире, душа его не познала бы вот этой вот гармонии, которая приносит общение с Богом, то тогда я бы сказал, говорит экклесиаст, что и выкидыш счастливее его, то есть человек, который и не пришел в мир, потому что напрасно пришел и отошел во тьму. Пришел в этот мир, сколотил богатство, родил много детей, прожил долгую жизнь, а душа к миру, к добру не приблизилась. Душа не познала вот это богатство вечное, которое переходит с ней в жизнь после физической смерти. И имя его покрыто мраком. И это такой рефрен, который временами в книге Крисиаста повторяется, что всех забывают, всех забудут. Не нужно обольщаться, что нас будут помнить вечно. Даже если мы будем какими-то великими личностями, ну, наше имя может быть сохранится через несколько тысяч лет, но никто не будет знать, что это за человек. Никто не будет помнить, что было в живых глазах этого человека и что было в его душе. И поэтому, если мир душевный и вот это добро, как гармонию внутреннюю, человек не познал, если он своей материальной жизнью наслаждался только материальным, то тогда и в жизнь он приходил напрасно. И человек, не родившийся, намного счастливее его, потому что он также не познал гармонию этой жизни, но при этом ему и не приходилось много трудиться. И дальше Крисиаст как бы заканчивает эту мысль. Он говорит про человека, не пришедшего в мир. Он даже не видел и не знал солнца, ему покойнее, нежели тому. А тот хотя бы прожил две тысячи лет и не наслаждался добром, не все ли пойдет в одно место? То есть не все ли отойдет в землю и не все ли сгниет, что этот человек накопил? И вот если мы медленно прочитаем эти слова и добро будем понимать именно как внутренний мир, мир, приобретаемый в общении с Богом, тогда эти слова играют новыми красками. То есть если человек хотя бы и две тысячи лет прожил и не наслаждался вот этим добром, добром для души, не все ли тщетно, не все ли остальное пойдет в одно место, то есть в землю, не все ли превратится в прах? Дальше Эклисиаз говорит про труды человека и про мудрость и глупость. Он говорит, все труды человека для рта его, а душа его не насыщается. Какое же преимущество мудрого перед глупым, какое бедняка, умеющего ходить перед живущими? Здесь проповедник обозначает такую проблему. Он говорит, все труды, которые человек приобретает на земле, дают ему возможность питаться, жить, приобретать материальные блага. Но душа его в этом насытиться не может. И если человек заключает себя в рамке материального мира, то там нет преимущества мудрого перед глупым, потому что и мудрый умрет, и глупый сойдет в могилу, и конец у них будет одинаковый. И бедняк, и богатый тоже не имеют никакой разницы, потому что оба закончат жизнь одинаково, и оба отойдут в землю. И вот если душа человека не научилась насыщаться Богом и живет в пространстве под небом, как говорит об этом Экклесиаст на протяжении всей книги, то тогда все его труды, которые для рта, все его труды тщетны. И тогда тщетны не только его труды, его действия, но и сам образ его жизни, потому что и его мудрость, и его глупость закончатся в могиле одним и тем же образом. Но только для человека, который пространство духовной жизни узнал опытно, для человека, который вошел в общение с Богом, приобретают ценность и его труды, приобретают ценность и мудрость, и приобретают ценность и бедность, и богатство, если человек умеет правильно ими пользоваться. «Лучше видеть глазами, нежели бродить душою», говорит Экклесиаст. И это также суета и томление духа. «Лучше видеть глазами, нежели бродить душою», говорит дальше Экклесиаст. И это также суета и томление духа. Здесь проповедник дает понятный житейский совет, как довольствоваться малым и уметь быть довольным своим положением. Он говорит, лучше видеть глазами то, что у тебя есть, чем бродить душой в поисках неизбыточных надежд, суетных мечтаний, искать какого-то удовлетворения в чужой жизни, в мечтах, в фантазиях, в том, что, может быть, я мог бы достичь. Он советует лучше смотреть на то, что у тебя есть, и этим пользоваться. Потому что для человека это хорошо, если он имеет правильное представление о духовной жизни. Но если человек живет в пространстве под небом, в пространстве, где нет духовной реальности, тогда это также суета и томление духа. И тогда нет разницы, довольствоваться ли своим положением или постоянно быть недовольным и искать чего-то другого. Что существует, тому уже наречено имя, и известно, что это человек, и что он не может припираться с тем, кто сильнее его, говорит Экклесиаст. То есть, если мы возвращаемся в это пространство горизонтальное, в это пространство материальное, если бы мы, как нам предлагает книга Экклесиаста, на минуточку представили, что Бога нет, то тогда все в нашей жизни известно, понятно, циклично, ничего нового и интересного по большому счету не происходит. И вот есть нечто, чему наречено имя человек, но человек на самом деле не сильно звучит гордо, потому что ничего он не может сделать с теми, кто его сильней. Как бы говорит нам проповедник. И само слово «человек» и сама личность человека, она приобретает ценность только в том случае, если человек не замыкается в материальном пространстве под небом. И вот книга Экклесиаста постоянно еще и еще раз обращает нас к размышлению над суетой и тленностью мира, если бы мы на минуту представили, что духовной жизни и Бога не существует. И это понимание тленности, это понимание суетности должно сформировать в душе жажду, должно сформировать в душе ощущение потребности в гармонии, ощущение потребности в добре. И несмотря на то, что зачастую человек занят суетой и считает, что он сам по себе представляет из себя нечто, когда он трезво смотрит на свою жизнь, то он понимает, что сильные могут его притеснять, он зависим от обстоятельств жизни, от материального благосостояния, зависит и от окружающих, и от работодателя, и от государства, и от многих других вещей. И на самом деле никакого серьезного основания в своей жизни иметь не может. И только выход в пространство духовной жизни наполняет и жизнь человека смыслом, и само его существование, и привносит ценность в представление о его личности. Дальше проповедник продолжает. «Много таких вещей, которые умножают суету. Что же для человека лучше? Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни во все дни суетной жизни его, которые он проводит, как тень? И кто скажет человеку, что будет после него под солнцем?» Так заканчивается шестая глава. Это размышление экресиаста, который мысленно заключает нас в пространство без Бога и говорит «А в чем разница? Какой суетой заниматься в жизни? Какое дело, умножающее суету, для человека лучше? Лучше ли приобретать мудрость, или копить богатство, или рожать детей, или вкладываться в какую-то благотворительность, или заниматься самосовершенствованием и так далее? Если мы считаем, что наша жизнь заканчивается могилой, то никакой разницы нет в том, какой суетой наполнять свою жизнь. Потому что жизнь проходит как тень, и после человека наступает такое будущее, о котором он не знает, предсказать его не может, и даже не может в нем и участвовать. На этом заканчивается шестая глава, и мы останавливаемся в таком месте, где Игресиас предлагает еще раз остановиться, подумать о целях жизни, о ее ценности, и понять, что если мы закрываемся добровольно в пространстве под небом, в пространстве под солнцем, если мы сознательно закрываем свою жизнь от Бога, если мы сознательно отторгаемся жизни духовной, то и наша жизнь, и наша личность, и все наши человеческие занятия теряют свой смысл. О том, что говорит Игресиас дальше, мы узнаем на следующей беседе при чтении седьмой главы. А сейчас мы завершаем на такой несколько философской ноте наше размышление о главе шестой, не забывая, что вся эта суета, о которой говорит Игресиас, перестает быть таковой только в том случае, если мы допускаем в нашу жизнь пространство духовной реальности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok